МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаменитый испанский живописец Сальвадор Дали страдал шизофренией. Ницше и Врубель последние годы жизни провели в сумасшедшем доме. Наполеон Толстой и Достоевский страдали эпилепсией. В числе аутистов называют Альберта Эйнштейна, Исаака Ньютона, Вольфганга Моцарта, Винсент Ван Гога и других великих людей. А главным аутистом современности считается Билл Гейтс. Эти люди покорили мир. Американский исследователь Дэвид Уилкок выдвинул теорию. У человека, чьи возможности принято считать ограниченными, они на самом деле безграничны. Болезнь может стать трамплином в развитии сверхспособностей. Дэвид Уилкок уверен, у этих людей, иначе, чем у нас, устроен мозг. Они видят мир совсем по-другому. Возможности словно даются им свыше из иного параллельного нам измерения. Мы попытались выяснить, что происходит с человеком, попавшим по ту сторону света. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Эту слепую целительницу из Кирова-Чепецка уже называют второй Вангой. Я вижу у людей, например, вот нечистая тила какая-то втелилась. Что скрывало болгарское ясновидящее? Ученица Ванги раскрыла ее главную тайну. Незаживший вот родник такой, знаешь, незаживший в виде креста. Сон наяву. Кто посылает видение маленькой Саши из Читы? В 18-м году будут люди выходить на улицу и столбиками замерзать. Гениальность как болезнь. Кого на самом деле прячут в психиатрических больницах? Очень много настолько видящих и сильных экстрасенсов находится в психиатрических больницах. Их видят только избранные. Кому открываются тайны потустороннего мира? Есть точка зрения, что экстрасенсорные способности заложены в человеке от рождения. Тайны мира по ту сторону света. Здравствуйте, с вами Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления. Представьте, что вы оказались в кромешной темноте. И не имейте представления, где вы. Сначала глаза ничего не видят, но постепенно привыкают. Вырисовываются чертания предметов. Затем ощущение страха и беспомощности исчезает. Словно щелчок в голове, какая-то невидимая сила ведет вас к свету и подсказывает дорогу. С каждым из нас наверняка случалось что-то подобное. Но кто управляет нашим мозгом, когда мы оказываемся по ту сторону света? К этой слепой ясновидящей из Кирова-Чепецка приезжают люди со всего мира. Шестидесятилетнюю незрячую целительницу уже называют второй Вангой. Здесь у меня постоянно одна, не одна, я все постоянно здесь. Она живет одна, но в ее доме никогда не бывает пусто. С утра у квартиры бабы Вали выстраивается очередь. Люди уверены, слепая целительница видит человека насквозь и умеет заглядывать по ту сторону света. Да, она по телефону меня лечит, давление снимает и все. И говорит, когда у меня сахар, когда черепное давление. На крохотной кухне повсюду расставлены иконы. Но баба Валя их не видит. Она их помнит еще с детства. Как и болгарская ясновидящая Ванга, она слепла в 12 лет. Сначала резко упало зрение. Врачи не могли поставить диагноз. А затем внезапная темнота. Медицина оказалась бессильна. Родителям Вали сказали, ваша дочь никогда не будет видеть. Как ей тогда казалось, она навсегда лишилась самого главного. Но позже девочка поняла. Потеряв возможность видеть этот мир, она начала видеть мир потусторонний. Это потусторонний мир, как вижу. Я вижу у людей, например, вот нечистая сила какая вселилась, какая вылетает. Она вылетает птицей, а в человеке она сидит в человеческом образе. И она сгорает от моей энергетики. Вот эта птица. Говорят, что незрячие не видят снов. Но баба Валя утверждает, что именно по ночам к ней приходили самые яркие образы. Она утверждает, это были странные люди, как будто из далекого прошлого. Сама же Валентина после таких визитов начала предсказывать будущее. Я рассказываю правду, но и ста процентов, процентов пять. А потому что у некоторых психика не выдерживает этого. Психика должна быть очень сильная. Например, я скажу, что она в грубу лежит. Вы представьте, человек, какая мысль будет. Это же тяжело переместить. Вадим Петров приехал к бабе Вале из Чувашии. Целительница моментально ставит диагноз. У него порча сделана на кукле. Делала девушка. Ему было 22 года. Вот от этого человек не женатый. Приходя к бабе Вале, нужно обязательно принести с собой соль. Ясновидящая утверждает, в момент сеанса она начинает слышать голоса из параллельных миров. То, что они произносят, она повторяет вслух и заговаривает на соль. Соль заряжается мощнейшей энергией и силой. И с помощью этой энергии соль от слепой целительницы может исцелить и даже изменить судьбу. Многие люди, которые после травмы или тяжелой болезни вдруг обретали необъяснимые способности, не просто вошли в историю человечества. Они ее изменили. Древнегреческий Гомер, древнерусский Баян, создатели фундаментальных античных эпосов были слепыми. У них мозг так работает, что открывается сознание. Вот пример классический это Баба Ванга. Историю о том, как она потеряла зрение, сама болгарская ясновидящая никогда никому не рассказывала. Есть легенда, что в 12 лет Ванга попала в страшный ураган. Небо потемнело, поднялся сильный ветер. Девочку, как былинку, понесло в поле. Ее нашли спустя два часа, заваленную ветками, засыпанную песком. Она едва не обезумела от страха и от жестокой боли. Как иголками колола засыпанные пылью глаза. Она не могла их открыть. Есть точка зрения, что экстрасенсорные способности заложены в человеке от рождения. Но как тогда объяснить тот факт, что многие известные экстрасенсы, ясновидящие и целители обрели свой дар после того, как сами чуть не лишили жизни. Для одних переломным моментом стал удар молнии, для других катастрофа или клиническая смерть. Целительница Людмила Ким была хорошо знакома с Вангой. Именно слепая болгарская ясновидящая разглядела в Москвичке удивительные способности. Во время одного из визитов Ванга спросила Людмилу, не хочет ли она сама лечить людей. Ким удивилась, но совершенно верно определила, чем болеют посетители Ванги, а затем увидела, чем болеет сама Ванга. На голове у нее голова болит, у нее на голове незаживший родник в виде креста так пульсировал. для изучения феномена болгарской ясновидящей в свое время был создан целый институт. Врачи обнаружили, что у Ванги действительно очень тонкая кость в области темени. Эта аномалия строения черепной коробки натолкнула ученых на мысль, которая может перевернуть всю современную науку о человеке. Она говорила, что у нас скоро должно быть контакт с неземной цивилизацией. Она рассказывала, что ее всякие душницы окружают ее и пытаются ей что-то рассказать. До сих пор сверхспособности таких людей объясняли тем, что при потере одних органов восприятия необычайно усиливается работа других. Например, незрячие начинают лучше слышать и различать запахи. Однако исследование феномена Ванги показало, все не так просто. У болгарской ясновидящей был чрезвычайно развит эпифис, область мозга, которой современная наука до сих пор не придавала особого значения. Сейчас многие считают, что именно эпифис или, как его еще называют врачи, шишковидная железа отвечает за сверхъестественные способности человека. Смотрите далее. Сон наяву. Кто посылает видение маленькой Саши из Читы? В 18-м году будут люди выходить на улицу и столбиками замерзать. И почему сотни людей ждут беседы с больной девочкой? Когда Саша начинает лечить, она ложит ручки на голову. Тайные области мозга. Как работает третий глаз? С эпифизом было связано достаточно много каких-то мистических порой представлений. За историей Саши Писаренко из Читы пристально следила вся сторона. Напомню, впервые о спящей красавице заговорили три года назад. Девочка могла спать беспробудным сном по трое суток. Врачи ломали голову над редким диагнозом. Но еще более удивительным стало известие о том, что перенеся такую непонятную болезнь, девочка сама научилась лечить людей. Эту девочку называют спящей красавицей. Сейчас Саше Писаренко 10 лет. Я из уедино рук, ангелочков, потому что мне это снится в снах. Семь лет назад девочка получила тяжелую травму головы. Она заснула, и никто не мог разбудить ее три дня подряд. Первый раз она упала в детской комнате и уснула на 72 часа. И никто нам толку сказать не мог, что случилось, ни медики, ни мы сами, что произошло с ребенком. У меня сначала болела голова и кружилась, а дальше я не помню. Вернее, не знаю, потому что я дальше уснула, и все. Медики поставили девочке диагноз нарколепсия. Это редкое заболевание, которое характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и внезапной потери сознания. Человек буквально засыпает на ходу. Учились с этим жить трудностью. С каждым днем было больше потому что нельзя было узнать, когда может быть приступ. Также при еде она засыпала, давилась. И Ваня, когда мылась, засыпала, чуть не утонула. При ходьбе, при прыжках, там где-то игралась, хотела прыгнуть, она потому что очень любит танцевать. Саша спала по двое-трое суток. Проснувшись, девочка рассказывала про необычные миры, которые были очень похожи на нашу реальность. Возможно, на будущее нашей планеты. Я видела очень много, но все я вам не скажу. Летают камни вокруг земли нашей, дыры в земле. И в 18-м году будут люди выходить на улицу и столбиками замерзать, и падать, и умирать. Удивительно, но больная девочка может лечить людей. Этот дар она почувствовала в себе несколько лет назад. Саша видит не только судьбу человека, но и как рентген определяет его больные органы. По ее словам, они похожи на красные пятна на теле. К этим местам маленькая целительница прикладывает руки, и пациенту становится лучше. Я беру за руки человека, и если из ручек вот такой песочек идет, тянется, значит, я могу этому человеку помочь. Когда Саша начинает лечить, она ложит ручки на голову, и от нее идет кутуру. Вроде ручки же теплые, идет какой-то холодок. И вот те места, куда она их ложит, холодно. И вот когда первый раз я пришла, она лечила мне голову, даже головокружение было. Сейчас более лучше себя чувствую. Мама девочки считает, что этот дар как-то связан с болезнью дочери. Ведь состояние полусна, в которое Саша погружается естественным образом, тысячи людей пытаются достичь во время медитаций и духовных практик. Индуисты называют его самадхи, полным равновесием сознания, безмятежностью духа, который приближается к нирване. Лишь величайшие йоги могли войти в столь необычный транс. Я всегда просила Сашенька, ты просишь Бога, чтобы скорее тебе излечиться, если ты видишь такие сны, что-то слышишь, с кем-то разговариваешь. Она говорит, нет, это испытание. Я так удивилась, какое же это испытание, это же маленькая такая девочка, уже испытание прошло, но нет, я буду ждать. Сейчас врачи понимают, что травма могла изменить функции Сашиного мозга, но вот какие. Все указывает на особый, не до конца изученный участок мозга эпифиз, который скорее всего стал работать в режиме, не предусмотренном природой человека. Основными биологически активными веществами, которые синтезируются в эпифизе, является мелатонин, синтезируется в основном в ночное, в время суток, в дневное время или при воздействии яркого освещения синтез мелатонина резко прекращается. Эпифиз не дает покоя исследователям. Пытаясь понять его назначение, некоторые из них обратили внимание на удивительную подвижность этого таинственного органа, способного вращаться подобно глазу. Заговорили даже о прямом сходстве шишковидной железы с глазным яблоком, поскольку она также имеет линзу и рецепторы для восприятия цветов. Эпифиз активизируется во время сна, при этом он выделяет гормоны, которые стимулируют интуицию и паранормальные способности. Еще Леонардо да Винчи был убежден в том, что в голове человека есть особая зона, в которой располагается душа. Это особый орган, который дает сверхспособности и отвечает за общение с высшими силами. Кто знает, не приблизился ли великий мыслитель вплотную к разгадке назначения эпифиса. Возможно, эта же часть мозга отвечает и за медитативные состояния человека. Не зря же йоги считают, что так называемая высшая чакра находится именно в области темени, как раз над эпифизом. Смотрите далее. Эти люди живут по ту сторону света. Они не видят реальный мир, но легко заглядывают в будущее. У меня сразу внутреннее было землетрясение, 4 балла. Ученые ищут в мозге человека железу, отвечающую за телепатию и ясновидение. Почему эти исследования засекречены? Что-то и влияет на наше развитие цивилизации. И от кого люди получили в наследство уникальные сверхспособности? Они были шестирокими, были ростом где-то около 20 метров. Александр Левит готовится к бою. Он выступает в среднем весе и через несколько минут выйдет на ринг. Это не бой за чемпионский титул. Хотя Александр уже настоящий победитель. ведь он не видит своего противника. Для него вся жизнь это поединок вслепую. страшный диагноз Саши поставили спустя несколько месяцев после рождения. Родители забили тревогу. Ребенок не реагировал на свет, не обращал внимания на погремушки. Думали, что у меня проблемы со слухом какие-то. Привели на полное обследование медицинское. Оказалось, что зрение фактически отсутствует. Врачи лишь разводили руками. Ребенок никогда не сможет видеть. Саша родился незрячим. Детства до 9 лет у меня толком и не было. Фактически до подросткового возраста я сам в пространстве не ориентировался. Только на ощупь. Потом уже там во дворе там ребята кричали косой, слепой. Я даже не обращал внимания, даже не понимал, что это что-то не есть хорошо. Сейчас Саше 27. У него есть работа и любимая девушка. Встретив его на улице, вы никогда не догадаетесь, что он ничего не видит. Каким-то непостижимым образом он различает очертания предметов, людей и даже цвета. Можно вот одну такую красную, одну розовую, наверное, и вот такую белую. Феномен Саши стали изучать ученые. Наука не может объяснить, почему незрячий человек видит реальный мир. Он прекрасно ориентируется в пространстве и точно описывает то, что видят глаза обычных людей. Этот невероятный случай словно показывает всем, у нас есть и другие органы восприятия, которые не вписываются в привычную анатомию человека. Каждый человек может выйти, пусть немного, но выйти за рамки тех уровней ощущений, которые он располагает. По сути, наш мозг способен воспринимать свет даже без участия глаз. Современная наука не понимает, каким образом такие люди получают зрительную информацию. есть методики восстановления зрения до 20-30%. Врачи говорят, этого хватит, чтобы ориентироваться в пространстве. Но совершенно немыслимо, чтобы такой человек мог стремительно блокировать удары на ринге. Совсем недавно Нуржан работал экономистом в крупной компании и занимался латиноамериканскими танцами. Несколько лет назад на него напали и жестоко избили на улице. Врачи поставили Нуржана на ноги, но к такой жизни он не был готов. После травмы преуспевающий менеджер полностью потерял зрение. Зрение когда терял, я первое время действительно дома депрессии, не знал чем заняться, убивался, лежал. Однако с ним произошло что-то необъяснимое. В кромешной тьме Нуржан стал различать вещи, которые недоступны обычным людям. Он не знал, что его окружает, но точно видел, как изменился мир других людей. Когда ложился спать, у меня чувство было, что что-то должно произойти, и что-то должно произойти страшное. У меня сразу внутренний голос землетрясения 4 балла. Это было одно из первых видений незрячего предсказателя. Утром, когда Нуржан проснулся, оказалось, что его родной город Алма-Ату действительно тряхнуло. Землетрясение в 4 балла стало полной неожиданностью для экстренных служб. Я когда начал терять зрение, у меня какие-то мои чувства начали обостряться, мне кажется. По городу когда хожу, я, например, так же не беру тросточку, ничего, у меня просто внутренний голос подсказывает. Лучше обойди эту улицу, либо лучше так пройди. Ситофор не вижу, но у меня внутренний голос. Зеленый свет, иди, я иду. Таинственные озарения приходят к нему в самых неожиданных ситуациях. Нуржан внезапно видит то, что произойдет с людьми через несколько минут. Пошел к другу на работу, думаю, сейчас зайду, и думаю, просто как в какой-нибудь шуткой зайду. А мне внутренний голос говорит, там будет ужасно называется. Буквально через полчаса заходит человек, показывает корочку, финансовая полиция, все арестованы. Никто из современных ученых не в состоянии объяснить, почему после травмы или страшной болезни люди вдруг обретают сверхспособности. Выходит, наука, которая запустила человека в космос, так и не проникла в главную тайну разумной жизни. Как работает наше сознание и на что способен человеческий мозг до сих пор остается загадкой. То есть видимо за нами не кто-то наблюдает даже, а кто-то и влияет на наше развитие цивилизации, на развитие. И это делается именно с помощью вот этих тонких влияний на подкорку, на вот эти структуры промежуточного мозга, на то, что мы называем третий глаз. Как выяснили археологи, еще 14 тысяч лет назад люди стали проводить необъяснимые с точки зрения логики хирургической операции. Древним жрецам вырезали овальное отверстие в области темени. Черепа первобытных людей, переживших подобную трепанацию с прижизненным заживлением краев раны, хранятся в Национальном музее Копенгагена. Третий глаз открывают долбят буквально череп, туда загоняют клин какими-то мазями там мажут, но примерно 80% и больше летального исхода после этой операции. Ну, действительно, после черепно-мозговой травмы, как у Ванги, способности к ясновидению увеличиваются. Известный офтальмолог Эрнест Мулдашев много лет занимается проблемой экстраординарного зрения. Врач с мировым именем считает, что третий глаз это вполне возможное физиологическое явление. Ведь когда-то предшественники человеческой цивилизации могли видеть и материальной и духовной миры. Поздние лемурийцы, как описывается в тибетских текстах, были ростом примерно 10 метров и весили примерно 3,5 тонны. А ранние лемурийцы были шестирокими и были ростом где-то около 20 метров. Легенды донесли до нас предания о лемурийцах, жившие на нашей планете 200 тысяч лет назад. Считается, что древний народ обитал на материке Лемурия в Индийском океане. Сегодня частью этого континента является остров Мадагаскар. В мифах коренного населения говорится, что остров, населенный гигантами, когда-то простирался на восток. Предания гласят, что лемурийцы могли передавать свои мысли на расстояние, предсказывать будущее, умели левитировать и мгновенно перемещаться в пространстве. Эрнст Молдашев уверен, что этот известный символ на древних буддистских ступах – глаза лемурийцев. Необычные глаза, те, которые в верхние веки такие зогнутые, с изгибом вниз, значит, вот эти внутренние углы глаз сходят опять-таки сильно вниз, я ведь все-таки глазной врач, мы пришли к выводу, что, скорее всего, так выглядели глаза не атлантов, а глаза цивилизации, которая жила до атлантов, а именно цивилизации гигантов лемурийцев. Могли ли доисторические гиганты дожить до наших дней? Некоторые исследователи считают, что это вполне возможно. По их мнению, именно лемурийцы, находясь в особом состоянии духа, общаются с медиумами по всему миру. Именно они как бы руководят йогами, посылая им какие-то внутренние сигналы и призывая простого, положим, крестьянина превратиться в йога, который бы, как они, как утверждают на Тибете и в Гималаях, очищают ауру земли от злых мыслей. Смотрите после рекламы. Почему на Руси почитали юродивых? Тот же Василий Блаженный умнейшие вещи говорил подчас, хотя в быту он был странным, неадекватным. Игры разума. Кто определяет правила? Очень много настолько видящих и сильных экстрасенсов находится в психиатрических больницах. Англичанин Дэниел говорит на семи языках. Почему общество его не понимает? Я не могу объяснить, как я получил этот дар. Людвик Ван Бетховен в 26 лет начал стремительно терять слух. Но как он слышал свою прекрасную музыку? По одной из версий он прикладывал к рояле трость и чувствовал вибрацию звуков. По другой ему помогали звуки и голоса из нематериального мира. Между тем уже сейчас доказано, у многих глухих развивается дар яснослышания. Тем же даром обладают шаманы и колдуны. Установлено, что шаманы и колдуны во время церемоний впадают в транс. Однако есть люди, которые словно постоянно живут в двух реальностях. Их видимое тело находится на земле, но мозг воспринимает картины из других миров. Шишковидная железа имеет самую большую концентрацию энергии в вашем теле. И все это потому, что это и есть наши врата в потусторонний мир. Американский исследователь Дэвид Уилкок утверждает, что ежедневно контактирует с потусторонним миром на протяжении последних 15 лет. Он один из первых, кто заговорил об особой роли эпифиза в человеческом организме. Вода в эпифизе становится проходом в параллельную реальность, а ваш третий глаз воспринимает и записывает видеообразы. Вот почему во всех древних культурах и ставили значки на лбу, символизируя третий глаз. Проявления паранормальных способностей обычно вызывают отторжение в обществе. Ведь с древнейших времен было известно, что такие люди не могут приспособиться к социуму. Они могут видеть будущее. Кто-то определяет прошлое, едва коснувшись человека. Но в реальном мире такие люди почти беспомощны. Тоже Василий Блаженный в Москве, ради которого построили собор Василия Блаженного, умнейшие вещи говорил подчас. Хотя в быту он был странным, неадекватным, полусумасшедшим. И в то же время сообщал за много что Псков горит. Помогал царям. В наше время таких людей называют савантами. Это аутисты, но обладающие уникальными способностями. Они не знают, как шнуровать туфли, но свободно говорят на двадцати языках. Не различают, где право и лево, но мастерские играют на фортепьяно. Человек с синдромом саванта может, например, повторить несколько страниц текста, услышанного им всего один раз. Или безошибочно выдать результат умножения шестизначных чисел, как будто результат ему просто известен. При этом в других областях такой человек может демонстрировать явную неполноценность вплоть до умственной отсталости. Несмотря на ограниченные возможности и психические расстройства, они расширяют границы человеческих возможностей. Почему же обычные люди не способны на это? Посмотрите. На рисунке справа попытка обычных четырехлетних детей нарисовать лошадь. А слева рисунок девочки аутиста в возрасте трех с половиной лет. При этом ребенок никогда не учился рисовать. Дэниел Тамет британский писатель, лингвист и преподаватель. Он был одним из тех умственно отсталых детей, которым крупно повезло. Он не попал в интернат для инвалидов. Теперь Дэниел обладатель европейского рекорда. За пять часов он назвал более 22 тысяч цифр, следующих после запятой в числе пи. Он может выполнять сложнейшие вычисления без калькулятора. Первое задание. 13 разделить на 97. 0 1 3 4 0 2 0 6 Дерек Паравичини никогда не сможет налить себе чай. Он не ориентируется в пространстве. Дерек тоже аутист с синдромом Самонта. Но его музыкальным способностям удивляется весь мир. Синдром Самонта это непризнанный диагноз, поскольку академическая медицина до сих пор отрицает очевидные факты. По мнению именитых врачей, люди с органическими поражениями мозга не могут обладать творческими способностями. Очень часто экстрасенсы могут быть не совсем адекватными в психическом смысле. Очень много настолько видящих и сильных экстрасенсов находится в психиатрических больницах, а там есть экстрасенсы почище нас всех. Сегодня все чаще можно услышать мнение, что диагноз душевнобольной это не нарушение функций мозга, а иное восприятие мира. Эти люди принимают информацию, знаки и сигналы, которые мы не видим и не чувствуем. Они живут по ту сторону света. Смотрите после рекламы. Они видят то, что недоступно взрослым. Параллельный мир глазами детей. Она сидит, играет на ковре и вдруг поднимает голову, пальчиком показывает гига. Несчастный случай или откровение свыше? Как высокое напряжение изменило жизнь обычного инженера? Я получил удар током в 6000 вольт. Почему в экстремальной ситуации у людей открываются сверхспособности? Значит, возможности человека не до конца используются? Или мы просто не осознаем своего потенциала? есть мнение, что за тысячи лет бездействия эпифис значительно уменьшился в размерах. А когда-то он был величиной с крупной вишней. Интересный факт. У некоторых людей, посвятивших себя духовным практикам, кость на темене сильно истончается. В том месте остается лишь кожа. Какое-то подобие змеиного глаза. интересно, что при рождении у человека есть уникальные органы восприятия. Правда, с возрастом они исчезают. Однако новорожденный ребенок вполне возможно видит гораздо больше, чем взрослый человек. У эмбриона человека двухмесячного у него формируется третий глаз, реальный третий глаз, который связан с сетчаткой, с хрусталиком, с радужкой. Мало того, до определенного возраста шишковидная железа по всей видимости выполняет несвойственные ей во взрослой жизни функции. Исследователи не раз замечали, что некоторые дети видят сразу два мира, наш и потусторонний. Только не всегда могут об этом рассказать. Вот у меня племянница внучатая Аннушка. Ей было полтора годика, она сидит, играет на ковре и вдруг поднимает голову, пальчиком показывает Дигя. Но дед, когда она родилась, уже умер. Но они жили в этой квартире. Мама ее немножко напугалась. Аннушка, а где дедушка, где ты видел? Она посмотрела, все, нету, видят дети. в таком еще маленьком возрасте у них и зрительный диапазон пошире. Большинство родителей считают такие видения детскими фантазиями. Но как объяснить, что они возникают в том возрасте, когда ребенок мыслит только конкретными понятиями и физиологически не способен ни врать, ни фантазировать? Например, у меня дочка София, ей уже было 2 года, подходит, говорит, папа, там пришла тетя. Вы бы что сказали своей дочке? Там никого нет? Успокойся, расслабься и так дальше. Я говорю, пойдем, посмотрим. Говорю, спроси ее, откуда она пришла, зачем, почему. Попроси, чтобы она ушла туда, откуда пришла. То есть ребенка надо учить общаться с этими вещами. Есть точка зрения, что экстрасенсорные способности заложены в человеке от рождения. Но как тогда объяснить тот факт, что многие известные экстрасенсы, ясновидящие и целители, обрели свой дар после того, как сами чуть не лишились жизни? Фонтан ничего не открывается. Фонтан открывается только после травмы, операции, наркозов, после стрессов ситуации. Спонтанно открывается, это известно. А вы никогда не задумывались, почему у людей, попавших в экстремальную ситуацию, вдруг начинают проявляться сверхспособности? Известна история, когда мать, спасая своего ребенка, одной рукой подняла машину. Мужчина на сафари, убегая от хищника, перепрыгнул 13-метровую яму. Значит, возможности человека не до конца используются? Или мы просто не осознаем своего потенциала? Экстрасенс Ирик Садыков делит свою жизнь на две половины. До 37 лет он работал инженером-электриком. К мистики и эзотерики относился скептически, ясновидящих и целителей считал шарлатанами. До тех пор, пока сам не оказался по ту сторону света. Трагедия произошла на рабочем месте. Вот на том объекте я получил удар током в 6000 вольт на высоковольтном кабеле. Было осознание того, что вот как-то мир параллельный. И вот впервые, наверное, вот тот мир, в котором я и сейчас даже нахожусь, и тот мир, в котором я попал под напряжение, это два мира отстоящие, ну, знаете, как параллельный мир. Врачи говорили родным Ирика, шансы на то, что он выживет, ничтожно малы. Но Садыков вышел из комы совсем другим человеком. У меня есть вот этот опыт клинической смерти, он оказался полезным в каком плане. Вот то, к чему во многих школах эзотерических, путем многолетних, многолетних тренировок, вот к состоянию, измененное состояние сознания, мне было просто вот до нос выше, практически выпрямили все мои мозговые линии, я эти 18 часов пролежал. Сегодня бывший инженер активно сотрудничает с полицией, помогает раскрывать преступления. Посмотрев на фотографию человека, он может рассказать о нем все. Скорее всего, каждый человек наделен уникальными способностями, о которых даже не догадывается. Они пришли к нам из далекого прошлого, от существ, населявших планету сотни тысяч лет назад. Некоторые ученые считают, что мозг любого человека содержит в себе небывалое количество информации, а эпифис, отвечающий за сон и интуитивное восприятие, это ключ к тайному хранилищу древних знаний в каждом из нас. Споры ученых и теософов относительно существования третьего глаза продолжаются. Но человек до сих пор не оставляет попытки заглянуть по ту сторону света. Разгадка тайны эпифиза это лишь вопрос времени, но ученые обещают, что когда это произойдет, на планете начнется новая эра. Люди смогут читать мысли на расстоянии, управлять своим будущим и путешествовать в прошлое. Сегодня это уже не кажется фантастикой. Герои нашей программы словно доказывают, по ту сторону света есть жизнь. Дени словно герои из Матрицы обладают сверхспособностями и общаются с сущностями из параллельных миров. И если нам удастся раскрыть эту загадку, может быть и мы научимся, как когда-то древние лемурийцы перемещаться в пространстве и предвидеть будущее. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok